Наверняка в вашей речи часто просказывают такие слова как Но сегодня я покажу вам более хорошее применение этих слов с помощью синонимов И будете звучать красивее, лучше и более похоже на носителя английского языка Поехали! Итак, первое слово паразит в нашей речи это Ну, то есть интересный Первый синоним к нему это Изумительный К примеру Это было изумительное путешествие Из моего окна есть захватывающий вид на парк Следующее слово Любопытный Мой друг очень любопытный То есть крайне интересный This book is fascinated Эта книга крайне интересна, очень интересна Слово stunning Потрясающий This city is simply stunning Этот город просто потрясающий Итак, следующее слово паразит Это слово boring Скучный Давайте приведем к нему более красочных примеров Дал Унылый It's a dull lesson Это унылый урок Следующее слово Это было довольно нудное путешествие Следующее слово Монотонный То есть он говорил монотонно Мы переходим к следующему слову Это слово bad, плохой К нему есть хорошие синонимы Допустим, awful, ужасно That joke is awful Та шутка ужасна Следующее слово Disgusting Отвратительный I think what you are doing is disgusting Я думаю, что ты делаешь, это отвратительно Horrible Ужасный It's horrible to work here Это ужасно работать здесь Terrible Ужасный Такое же значение, какое слово horrible This food is terrible Это еда ужасна Следующее слово, которое мы очень часто используем в нашей речи Это слово beautiful, красивый Давайте приведем к нему множество синонимов Pretty, милая The tune is pretty Мелодия красивая Или же наоборот Это красивая мелодия Handsome Красивый He looks so handsome In his suit Он выглядел очень красивым В своем костюме Attractive Привлекательный She is a very attractive woman Она очень привлекательная женщина Magnificent Великолепный It will look even more magnificent on you Это будет выглядеть гораздо великолепнее на тебе Магнифисент Если вы нашли для себя что-то интересное в этом видео То, пожалуйста, поставьте лайк Переходите по ссылке в описании Там вы найдете наш телеграм-канал А из телеграм-канала можете уже ознакомиться с моими Квизит-карточками Потому что словарный запас в английском языке Это очень важная часть по его изучению Ну и, конечно же, 5 января 2024 года Стартует наш онлайн-курс С командой SchoolHome Находитесь вы в средней школе Или уже из нее выпустились Без разницы Вы можете приходить к нам на курс И улучшить свои знания языка Спасибо за просмотр еще раз И всем пока!